А всем привет с канала Камрад Майор и сегодня новое видео в плейлисте по моделированию. Это обзор модели фирмы Level и модели не просто, а модельного сета. То есть набор, в котором есть сама сборная модель, Level-овский клей, краска также от Level и кисть от них. Этот модельный сет посвящен той тематике, которую я занимаюсь сейчас. Это Первая мировая война. Здесь нам представлен Fokker DR1, триплан Красного Барона, Манфреда фон Рихтрофена. И изображена картина Кровавого апреля. Модель 1,72. Длина ее составляет от начала до конца 8,1 см. И размах крыльев 10,1 см. Здесь мы видим также повтор изображений. Здесь различного рода информацию на многих языках, как это пишет Level. И на обороте. Почти на всех языках Европы. Осторожно. То есть Arctung, Attention и так далее. Схема работы с краской. Что через час рекомендуется второй слой при нанесении кистью. Но я думаю, кстати, с аэрографом работает точно так же. И что потом промывать. Aqua Color. Краска на водной основе. Как вы знаете, перед обзором я всегда скрываю сам набор, чтобы посмотреть, что там. Потому что, мало ли, он там поломан и сломан. И тогда зачем о нем рассказывать вообще. Модель пока мы откладываем в сторону. И приходим к интересным вещам. Это краски и кисти. Значит, кисть от компании Level у нас идет двухсторонняя. Это тонкий ее край и широкий край. Сделана вот в таком виде, что если кому-то неудобно, можно ее пополам сломать. И красить двумя. Дальше у нас идет краска Оркер. Охра Браун. 88-й цвет по нумерации Level. Это такое дерево светлое. Больше, конечно, похоже. Но это действительно является Охрой. То есть такой неблагородный цвет, так скажем. Дальше у нас идет по нумерации 36-й. Кермен Рот. Это на немецком, на английском Кармен Рот. Это цвет красного кирпича. Открываем. Вот такой вот у нас ярчайший цвет. Встречает даже, вот я смотрю видео, не передает весь контраст его. И третий цвет у нас Блау Граун. Серо-голубой. 79-й по нумерации Level. И мне даже показалось, что он какой-то серо-голубой с металлическим отливом. То есть довольно интересный, кстати, цвет. Level'овскими красками я еще не работал. Поэтому это будет все интересно очень. Так, и клеевой, так скажем, я не знаю даже, это не просто баночка же с клеем. У Level'ов здесь идет игла, которая как раз-таки является дозатором. То есть мы наклоняем, нажимаем и немного капаем, сколько нам нужно. То есть удобно для проклейки швов, для фиксации мелких деталей, когда нужна прям капля от капли. И поэтому этим клеем я очень доволен. Я им уже поработал. И считаю, что это один из лучших, которых я вообще пробовал. То есть пробовал я, конечно, звезду. Этот всеми любимый и многими нелюбимый клей, за счет того, что он ест пластик. Также пробовал от Я, моделист сверхтекучий, который мне понравился. Но опять-таки он пачкает, если его наносить кистью. Там и Евский клей тоже неплохой. Но от Level'ово мне понравилось больше всего. Значит, это пока мы убираем в сторону. И встречает нас модель. На обратной стороне указано, что еще есть здесь у Level'а. Как всегда, представляю, что они в таком плане, что если вы заинтересовались авиацией одной стороны, то вам и представляется немецкая авиация. Дальше открываем мы. Нас встречают, как всегда, инструкции. Инструкция объемная, причем страниц примерно, как в школьном дневнике. Здесь опять-таки картина, описание. И дальше идет перечисление литников и деталей, как что делать. Сразу меня тоже, не сказать, что поразило, но был очень приятно удивлен тем, что не делают только под что-то одно. Но, как все знают, люди, которые интересуются опять-таки историей авиации, у Манфреда был родной брат Лотар Рихтгофен, который прожил потом еще несколько лет после войны. Конечно, не опередил своего брата, известного как барон. И здесь вот идет вопросительный знак с вариацией, чей самолет вы хотите делать. Отвечались они по окрасу, отличались. Здесь опять-таки показано, что нужно клеить, что не нужно клеить. У лавовой инструкции, как всегда, на высоте, очень подробная. Это вам не какие-то от МСД и Восточного Экспресса. Здесь все описано со знанием языка даже. Будет ее интереснее читать схему. Винт, как фиксировать, сколько времени ждать для определенных деталей. И дальше вот у нас идет две схемы окраски. То есть, Манфреда Рихтгофена. Здесь, видимо, хотели даже написать его полное имя, но пропустили. Здесь у него написали Манфред Фрайхер фон Рихтгофен, хотя он Манфред Альбрехт Фрайхер фон Рихтгофен. И здесь также самолет Лотара. Видно, что идет отличие в носовой части, в крыльях и в боковом фюзеляже. В остальном же это одинаковые самолеты. Единственное, что да, еще у Манфреда была надпись по бортовому номеру. У Лотары ее не было. Здесь у нас идут пустые страницы, на которых уже ничего нет. Также убираем. И еще один вкладыш, который нам идет с предупреждением, что как делать. И декаль здесь. Они немножко сейчас в другом месте. Сейчас попробую их найти. Это вкладыш с предупреждением, чтобы работать аккуратно с моделью. Значит, в коробке они просто выпали. Они были вот так, чтобы не перетерлись ничего. Это Шварцкроицы, немецкие кресты Первой мировой войны. Вот, видно все эти бортовые номера, которые должны будут фиксироваться. И мы видим, что это 2003 год. То есть, прошло 18 лет, довольно раритетная модель. И в пакете нас встречают два литника. Мы открываем и видим, что они пустые. Они пустые по той причине, что это обзор набора, но не обзор самого самолета. Не обзор сборной модели. А здесь я уже вам могу показать сам Красный Барон. Вот его размеры на моей ладони. То есть, это 1,72. Это немецкая авиация. Это адекватный для нее размер. Теперь мы можем увидеть чуть поближе эти самые носовые пулеметы МГ-3, которые ставились на немецкую авиацию. Механизмы, винты, шасси, крепления, хвостовое оперение. Вот таким выглядит самолет. Также кабина, которая идет полноразмерная. Решил я его собрать полностью, потому что так будет его лучше собирать. Я его залью в грунтовку через аэрограф и уже буду аккуратно мелкой кистью прокрашивать все его декоративные элементы. Поэтому сразу собрал, чтобы было видно, какой самолет получается. Так как были некоторые обзоры на YouTube, я видел этой модели, где они показывают просто литники. Смыслу нет. От литников мы же не видим, как бы, эффект собранный. Скажу, что собирать его довольно легко. Опять-таки, это все благодаря читаемой инструкции, грамотно построенной инструкции. В очередной раз это бешеная хвала Ревелу, которая делает все для своих пользователей. И однозначно любителям тематики Первой мировой, я не то, что рекомендую. Я именно топлю за то, что у человека, который занят в авиации Первой мировой войны, эта модель обязательно должна быть в его коллекции, потому что это флагман кайзеровских военно-воздушных сил, который должен быть в каждой коллекции. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик, и также пишите комментарии. На все комментарии мы отвечаем, и можно даже поспорить на какие-то темы. Поэтому вскоре увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok